Как только в Соединенных Штатах проблема с долларом, так сразу где-то появляется война. Только Евросоюз задумался вводить евро, началась война в Югославии. Как только проблема с долларом, началась война в Ираке. Сейчас они готовили войну в Сирии, но она у них не удалась. И сейчас они поддерживают террористов. Для того, чтобы выйти с этого положения, они решили устроить войну на Украине, чтобы поддержать свой доллар. Ведь у США уже 17 триллионов долларов задолженность перед ПРС. А как мы знаем, ПРС это не государственная структура, а она дает кредиты той же Америке. Вы, поляки, виноваты в том, вернее, ваша власть виновата в том, что сейчас происходит в Украине. Именно вы поддерживали экстремистов и националистов на территории Украины. Именно вы создали ту ситуацию, которая сейчас происходит в Украине. Именно вы устраиваете сейчас гражданскую войну на Украине. Именно вы поощряете бандитам, которые одели форму национальной гвардии, получив таким образом легализацию. И сейчас вы, поощряя различные бойни, такие, как были у нас на Рымарской, где погибло два человека, на Плехановской, в Одессе, закрываете глаза на фактически кто там виноват и поощряете тех убийц, националистов, которые в годы Великой Отечественной войны врезали вас, ваших детей, ваших предков. И вы закрываете на это глаза. Вы думаете, что, вы фашизм обуздаете? Нет, вы его не обуздаете. И не надо обвинять Россию в агрессии. Вы посмотрите на себя. Россия сбрасывала бомбы, бомбила Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. Я обращаюсь к разуму польских представителей, вот у нас в Дарькове, сотрудников консульства. Я хочу напомнить, что 70 лет назад, или уже даже 70 лет назад, весь мой, кромочья года. Продолжение следует...